Всем привет, ребята! С вами опять ваш умный фломастер. Сегодня мы нарисуем с вами краба, а также узнаем о нем очень много интересных фактов. Крабы – это ракообразные, как хвостные раки, отряд членистоногих, отряд беспозвоночных животных, причем десятиногие. На земле насчитывается около пяти тысяч разновидностей краба. Внешне они могут быть совершенно разными, но структура тела остается неизменной. У всех представителей отряда есть восемь ног и две клишные. Крабы встречаются практически повсюду в океанских зонах. Их можно увидеть на камнях далеко от воды, подо льдом в Антарктиде. Некоторые виды могут залезать на деревья и даже жить в горячих источниках на дне океана. Большинство крабов имеет плоское тело, позволяющее им протиснуться в очень узкие щели. Внешне их тело покрыто полотной крепкой оболочкой, которая является внешним скелетом краба. Похожий внешний скелет имеется у пауков и у насекомых. Крупнейшим в мире крабом является японский краб-паук, размера которого достигают 50 сантиметров, а размах ног 4 метра. Крупные представители этого вида могут весить до 20 килограмм. А еще этот краб долгожитель. Продолжительность его жизни достигает 50 лет. Также японский краб-паук является старейшим видом краба в мире. Панцирь краба не растет в течение жизни, но когда становится слишком тесным, краб его просто сбрасывает. Такая линька происходит 6 или 7 раз в течение первого года жизни молодого краба, а уже взрослые особи, как правило, линяют всего 1-2 раза в год. Для привлечения самок крабы исполняют замысловатые танцы, во время которых они постукивают клешнями и кремят панцирь. Известно, что десятиногие и ракообразные, то есть крабы, жили на земле еще во время юрского периода. Крабы могут довольно длительное время находиться на суше. Главное, чтобы жабры оставались влажными, поскольку они, как и рыбы, получают кислород из воды. Наш краб готов! С вами был ваш умный фломастер. Спасибо вам за внимание! До новых встреч, ребята!